МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый второй негоден. Больных очень много. Очень много. Если мы раньше с астмой призывали, то теперь мы с бракеонасмой вообще не призываем. 52-я статья, кроме категории В, ничего не предусматривает. Так что идет немножко, чуть рост заболеваемости. Стартовала призывная кампания. В армию должны отправить 195 ангарчан. Автопоезд здоровья. В Иркутске открылась выставка медицинской техники. Посетители могут пройти обследование. Мегет преображается. Не только сам Мегет, но и по ЗУ идет, работают по освещению по отдаленным территориям. Мэр округа проверил, как идет благоустройство в поселке. И достижения в строительстве. Это единственное в России предприятие, которое использует золо-шлаковую смесь в качестве кремезенского компонента. Поэтому мы этим гордимся. Ангарский завод автоклавного газобетона выпустил миллионный кубометр высококачественного сырья. Служба новостей телеканала «Актиз» начинает работу в эфире в студии Елены Жерлова. Здравствуйте. В Ангарске стартовала осенняя призывная кампания. Медицинскую комиссию прошли уже около 200 человек. Больше половины из них признаны либо негодными к службе, либо имеют ограничения по здоровью. А тем временем призвать в ряды российской армии должны 195 новобранцев. Найдется ли столько здоровых молодых парней в Ангарске, узнавала Елена Шавлюк. Ангарчане торопятся отдать долг родине. Призывная кампания стартовала всего неделю назад. А военный комиссариат уже оккупировали желающие попасть в ряды российской армии. Идут даже те, кто еще не получал повестки, рассказывает военный комиссар Вячеслав Петря. Перед Ангарском в осенний призыв стоит задача подготовить как минимум 195 человек. 170 на сегодняшний день уже прошли медицинскую комиссию. Часть ребят признаны негодными к прохождению военной службы или отправлены на дополнительное медицинское обследование. Родине нужны здоровые солдаты, а таких с каждым годом становится только меньше. В основном-то, я так скажу, что среднее. Вот за весну у нас показатель годности это категория А и Б, это 53,3%. Это очень низкий показатель. Не знаю, как будет осенью, но, скорее всего, то же самое будет. Потому что больных очень много. Очень много, если бы мы раньше с АСМой призывали, то теперь мы с бронхиальной АСМой вообще не призываем. 52-я статья, кроме категории В, ничего не предусматривает. Так что идет немножко, чуть рост заболеваемости. Несмотря на то, что сознательных парней становится больше, уклонистов все равно хватает. А меры наказания за нежелание служить в армии с каждым годом ужесточаются. Чаще всего суд назначает штраф. Но есть и более радикальная мера – уголовная ответственность. На двух человек по весенней кампании направлены материалы в суд. Материалы следственного комитета уже отработаны и направляются в суд. По осенней кампании прошлого года у нас шесть человек осуждены за уклонение. Но все осуждены штрафом, начиная от 7 до 15 тысяч. Почти 200 призывников осенней кампании отправятся служить в военные гарнизоны от Калининграда до Владивостока. В ангарских частях на этот раз служить не оставят никого. Около 10 человек попадут в элитные войска. Эти места преимущественно достаются выпускникам патриотических школ. Большая часть пойдет служить в Министерство обороны. Сухопутные войска, войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, во все рода и виды вооруженных сил. В процентном отношении это получится в пределах 88%. Определенная часть пойдет служить в войска национальной гвардии, которая дислоцируется в Московской области. Часть дислоцируется в Самарской области. Первая отправка призывников состоится 21 октября. По традиции она пройдет в торжественной обстановке у памятника воинам-победителям-первостроителям Ангарска. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Местное время. Другим темам проверку возбудил Следственный комитет при Ангаре после нападения на врача скорой помощи. Ножевое ранение медик получил при осмотре мужчины, которого ранее лежащим на земле на улице Мира в Иркутске обнаружили прохожие. Пациент оказался сильно пьян. Он задержан до выяснения обстоятельств. Врачу оказана помощь. Еще одно нарушение против представителей медицины. В областном центре автоледи привлекли к ответственности за то, что она не пропустила машину скорой помощи. Съемка инцидента с видеорегистратора попала в социальные сети, а позже и к инспекторам ГИБДД. Нарушительницу отыскали и выписали штраф. Непредоставление преимущества в движении экипажу скорой помощи считается грубым нарушением и наказывается штрафом до 5000 рублей или лишением водительских прав на срок до одного года. Несмотря на буйных пациентов и препятствия в работе, врачи продолжают стоять на страже здоровья людей. В поликлиниках в это время скапливаются большие очереди. С жалобами на простуду обращаются и взрослые дети. Но за прошедшую неделю медики зафиксировали спад заболеваемости. Зарегистрировано около 1800 новых случаев у РВИ. Это почти на четверть меньше, чем в конце сентября. Одновременно в городе продолжается вакцинация населения. Однако, по данным Роспотребнадзора, компания проходит неактивно. Привито 24 тысячи человек. Это менее 15% взрослого населения округа. Среди детей показатели лучше. Вакцину ввели 13 тысячам юных ангарчан или каждому четвертому ребенку. Продолжаем тему здравоохранения. Сегодня в областном центре у стадиона «Труд» выстроился автопоезд здоровья. Так организаторы назвали выставку передвижных медицинских комплексов. Она приурочена к ежегодному региональному форуму СИП здравоохранения. Медтехника в течение недели будет принимать пациентов. Посетителям доступны такие услуги, как флюорография, экспресс-тесты на глюкозу и ВИЧ и УЗИ. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться по теме ЗОЖ, узнать секреты гимнастики цигуны и скандинавской ходьбы, а также поставить прививку от гриппа. Мэр округа Сергей Петров проверил ход благоустройства в поселке Мигет. Сейчас отдаленная территория заметно преображается. Здесь ремонтируются дороги и монтируется уличное освещение. Что еще осталось сделать подрядчикам, расскажем в сюжете далее. За четыре года накопились многочисленные нарекания от автолюбителей по качеству федеральной дороги, проходящей через Мигет. Сейчас здесь кипит работа. Общая протяженность дорожного полотна, который отремонтируют в этом году, – 3,5 километра. Справляется ли подрядчик? Мэр округа Сергей Петров проверил лично. Дороги выполняются в два слоя, то есть местами у нас идет грунтозамещение. Первый постелающий слой у нас порядка 6-8 сантиметров. И финишный слой дорожного полотна порядка 8 сантиметров. Перепад высот у нас дорожное полотно от 11 сантиметров и выше. По словам руководителя подрядной организации, процесс выполнен на 70%. В ближайшее время строители приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Также будут оборудованы пять остановочных павильонов. На какой стадии выходитесь в части исполнения контракта? Исполнение контракта выполнено в полном объеме. Уже полностью подписан, все закрыто, расчеты провели. Расчеты уже все подписаны, деньги в перечисление пошли. Вопросов нет, да, все работает. На 40 улицах Мегета сегодня по ночам светло, как днем. На выездном совещании подрядчики доложили мэру округа, что за время ремонта было смонтировано 18 километров линии наружного освещения. Установлено 57 опор. До конца года в Мегете планируется дать свет еще на 10 улицах поселка. Не только сам Мегет, но и по Зую идет, работы идут по освещению, по отдаленным территориям. Ну и дорожное строительство тоже. Так же, как и в Ангарск, в Мегет пришли рекордные ресурсы на дорожное строительство. И практически реконструирована дорога подъездная от Шарон до Мегета, 3,5 километра. Стоимость выполненных работ свыше 58 миллионов рублей. Это рекордная сумма, потраченная на благоустройство отдаленной территории. Мария Константинова, Алексей Выборов. Местное время. К другим темам. Паспорт для квадрокоптера. До 27 октября владельцы беспилотников должны их зарегистрировать. Требование касается аппаратов массой более 250 граммов. Для легких дронов до 30 килограмм достаточно предоставить Росавиацию, фотографию устройства, технические характеристики, а также сведения о владельце. Для аппаратов потяжелее предусмотрена отдельная процедура. Собственникам таких птичек придется оформлять их в собственность. После завершения процедуры регистрации владельцу коптера выдадут учетный номер, который в течение 10 дней нужно нанести на сам летательный аппарат. Если сроки затянуть, владельцев ждут штрафы от 2 до 80 тысяч рублей. Ангарский завод по производству автоклавного газобетона выпустил миллионный кубометр продукции. Предприятие «Заустрой комплекс» широко известно в более чем 40 городах страны от Сибири до Дальнего Востока, а также и на зарубежных рынках. Ангарским газобетоном также выстроены тысячи частных домов, десятки высотных зданий и социально значимых объектов в округе. На торжественной церемонии выпуска побывала и моя коллега Мария Константинова. Выпуск миллионного кубометра автоклавного газобетона для строителей Ангарска – это значимое достижение. Если оглянуться назад, почти 10 лет прошло с запуска производства. Тогда 120 человек получили рабочие места. Сегодня предприятие «Заустрой комплекса» успешно развивается, а его продукция высоко востребована на рынке стройиндустрии. Хорошо реализованная идея, хорошо сделанное дело. Действительно, в 2008 году мы в Германии подписывали контракт на поставку оборудования, и вот с этой даты, с апреля, проект вошел в стадию реализации. И сегодня молодые ребята работают на заводе. Мы видим, молодежь практически вся профессионально, с интересом к своему делу относятся. И вот то качество продукта, который вошел в 100 лучших товаров России – это же индикатор. Действительно, сегодня один из флагманов стройиндустрии. Предприятие сегодня – это современное технологическое производство, которое выпускает высококачественный продукт. Автоклавный газобетон ангарского производства – это прочность и идеальная геометрия. Мощность завода – 200 тысяч кубических метров высококачественного материала, которого хватит на полмиллиона квадратных метров готового жилья. «Я непосредственно заведую приготовлением смеси, что потом из чего получается блок прирезки. То есть, я так сказать, начальное звено производства газобетона». За процессом необходимо следить постоянно. Производство не прерывается ни на секунду. В 2018 году ангарский автоклавный газобетон получил оценку качества всероссийского уровня. Продукция вошла в рейтинг 100 лучших товаров России. «Нужно отметить еще, что технология завода, которая используется у нас, она, ну, насколько я знаю, это единственное в России предприятие, которое использует золо-шлаковую смесь в качестве кремензиевского компонента. Поэтому мы этим гордимся. И мы первые в России, кто это внедрил и успешно внедрил. Потому что миллионный куб – это, скажем так, результат этой деятельности». Строительство – это та отрасль, которая является важным показателем благополучия и экономической стабильности территории. Завод широко известен за пределами округа. Его продукция востребована в 40 городах Сибири и Дальнего Востока, а также за рубежом. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. К новостям спорта. В День пожилого человека в Ангарске провели турнир по бильярду. Среди участников были люди весьма преклонного возраста. Самому старшему спортсмену – 82 года. Он, к слову, вошел в тройку лидеров. 9 ноября ангарчане снова смогут скрестить Киев. Соревнования посвятят Дню работников органов внутренних дел. А тем временем продолжается регулярный чемпионат по хоккею среди команд ВХЛ. И, увы, Ермак не радует болельщиков результативной игрой. В минувшую субботу ангарские хоккеисты потерпели очередное поражение от команды «Химик» из Воскресенска. Первый период закончился в ничью 1-1. Во втором отрезке «Химики» провели три результативных атаки, на что ангарчане ответили лишь одним точным броском. В заключительном периоде хозяева закинули пятую шайбу в ворота голкипера Ермака. В понедельник вечером оранжевая дружина сыграет в Ташкенте с местным Хумо. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте актестиви.ру и на нашей страничке в Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи!